коллеги добрый день с вами сергей наумовский в рубрике совет недели на канале автомаркетолог тема сегодняшнего сегмента это отдел FNI дилерских центров это настолько важная тема что я хочу разделить эту тему на несколько следующих сегментов в сегодняшнем сегменте я хочу обозначить критически значимую проблему для начала давайте посмотрим какую роль играет отдел FNI в дилерском центре в целом на данном экране мы видим слайд из открытого отчета финансовой производительности лидера рынка компании Rolf на данном слайде показана информация посвященная финансированию и страхованию то есть отделу FNI давайте увеличим и посмотрим какое значение имеет отдел FNI для компании Rolf зачитаю параграф в двадцать первом году сегмента удерживал первое место внутри компании по генерации валовой маржи 46 и 6 процентов другими словами у лидера рынка компании Rolf на долю отдела FNI выпала генерация почти что половина всего дохода представляете себе почти что половина всего дохода выпала на роль отдела FNI то есть отдел FNI имеет колоссальное значение для успешности дилерских центров а теперь давайте посмотрим на текущую ситуацию в отделах FNI дилерских центров России давайте смотреть правде в глаза и быть честными дополнительные продукты в отделе FNI в текущий отрезок времени в дилерских центрах России не во всех но во многих практически вкладываются в кредит или в цену автомобиля не продаются клиенту за счет ценности или полезности соответственно вот так наглядно можно показать как выглядит отдел FNI глазами регулятора это неприятная картинка но так нас видят и тому есть причины в следствии этого последние годы у отдела FNI появляются новые вызовы появляется все больше новых законодательных инициатив направленных на защиту прав потребителей однако на этом слайде показан настоящий гром среди неба с января следующего года вступает в тилу новый закон 353 федеральный закон о потребительских кредитах и займе давайте бегло просмотрим на изменениях в изменениях расчета полной стоимости кредита возможны ограничения продаж дополнительных услуг товаров и работ оказываемых дилерскими центром в разделе субсидированных ставок увеличение предельного значения полной стоимости кредита по новым автомобилям как следствие увеличения клиентских ставок в разделе согласия на дополнительные услуги в случае отсутствия согласия по оказанной услуге а также приобретенному товару выполненной работе банк россии выносит предписание об устранении нарушения как следствие обязанность возврата стоимости услуг товаров или работ в категории возврат стоимости дополнительных услуг возврату подлежат дополнительные услуги которые также включают в себя товары и работ строк обращения за возврат увеличен вдвое с 14 до 30 дней и наконец в аспекте обязательства уведомлению заемщика о праве отказаться от оформленных дополнительных услуг появляется дополнительно акцентируется внимание заемщика на наличии оформленных услуг товаров работ что может привести к увеличению доли отказов выражаясь простым языком втюхивать бесполезные продукты не имеющие ценности для клиента дальше уже не получится переход на прозрачные отношения с клиентами неизбежен коллеги я на прошлой неделе был в Новосибирске на круглом столе РУАД где обсуждались различные вопросы острые вопросы дилерского сообщества одним из вопросов на повестке дня был как раз этот закон и дилеры все кричали ой нам надо всем идти пытаться бороться с этим новым законом чтобы его отменили и банки там это поддерживают да 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 теперь нам придется все возвращать теперь мы не сможем работать никому даже в голову не приходит задуматься а может быть этот закон действительно предназначен для борьбы за защиту прав потребителей зачем мы продаем бесполезные продукты не за счет ценности для клиента а за счет того что дилерский центр может получить 90 процентов КВ 95 процентов КВ коллеги давайте честно ответим на вопрос если продукт платит 90 процентов комиссионное возграждение и доставших 10 поставщик продукта должен еще что-то заработать какая ценность может быть у этих продуктов для клиента по умолчанию никакой ответьте себе на вопрос какие из этих продуктов вы продали бы своей маме или сами бы купили думаю что ответ будет очевидный мало какие из этих продуктов вы считаете действительно ценными для клиентов и вот этот вопрос лежит в основе всей этой ситуации могут ли дилерский центр россий сохранить доходность в отделе F&I перейдя на честные и прозрачные отношения с клиентом я хочу вам сказать ответ абсолютно да при этом требуется переформатировать структуру продаж продуктов и самих продуктов это позволит вам не только сократить отказы от продуктов но и увеличить удовлетворенность и лояльность клиентов при этом поднять не уменьшить а поднять доходность отдела F&I и вот о том как это сделать какие шаги предпринять мы поговорим в следующих выпусках совета недели на канале автомаркетового